Человек по замыслу Творца должен быть самым близким существом к Богу, своему Создателю, ближе, чем ангелы и ближе, чем другие его творения. Об этом напомнил своей пастве митрополит Челябинский Эмиаский Григорий. В праздник Вознесения Господня Владыка совершил Божественную Литургию в Адигитаревском женском монастыре. Рассказ о событии от наших коллег из Челябинской епархии. За литургией молились сестры обители во главе с Игуменеей Евсевией Лобановой. В праздничной проповеди митрополит Григорий напомнил, что это событие занимает важное место в истории спасения человека, ведь Вознесение Христова открыло для нас небо. Человек по замыслу Творца должен быть самым близким существом к Богу, к своему Создателю, ближе, чем ангелы. И, естественно, ближе, чем другие твари. И вот наша человеческая природа была воспринята Богом для нашего спасения. Сам человек не мог достигнуть того, к чему его Бог предназначил. Не мог достигнуть богообщения, соединения с Богом. И именно для этого потребовалось не только Боговоплощение, а еще и исцеление человеческой природы через смерть, через распятие и через воскресение Господа Иисуса Христа. Человеческая природа была восстановлена в нашем Спасителе. И эта самая человеческая природа была вознесена туда, где изначально Богом предназначена была находиться. До революции праздник Вознесения Господня был для Адигитриевского женского монастыря престольным. В честь этого праздника был освящен крупнейший храм обители. Он стоял в центре Челябинска, на месте нынешней гостиницы Южный Урал. Еще сто лет назад, в праздник Вознесения 1919 года, сестры обители встречали любимый праздник и слушали проповедь архипастыря, архиепископа Оренбургского и Тургайского Мефодия Герасимова. Но уже в конце июля 1919-го белая армия с боями оставила Челябинск. На Южный Урал вернулись большевики. Уже в 1921 году обитель была закрыта, а вскоре разрушен и величественный Вознесенский собор. Сегодня в восстановленном женском монастыре мечтают построить храм, который носил бы то же имя, что и уничтоженный коммунистами. Самый большой храм, самый красивый женского монастыря был Вознесенским. Но он поруган, разрушен в революционные годы. И мы верим, что Господь вашими святыми молитвами поможет возродить обитель в себе полу и славе. Планы сестер нашли поддержку архипастыря. Митрополит Григорий дал благословение в сотрудничестве с известным уральским архитектором Константином Ефремовым разрабатывать документы, необходимые для начала строительства. Дореволюционная обитель славилась своей благотворительностью. Сегодня в восстановленном Адигитриевском монастыре возрождаются и традиции милосердия. При монастыре действительно действует очень много таких вот групп добровольцев. В первую очередь это спасконсультирование социальная служба, которая ведет работу, направленную против абортов. То есть они ведут консультацию непосредственно в женских консультациях, абортариях. Слава тебе, Господи, получается и результат утешительный. В прошлом году удалось вот так спасти 70 детишек от смерти. Но и мы также их поддерживаем. Если причиной отказа от ребенка была какая-то вот социальная нужда, тоже мы выберем на свое попечение, как мамы, так и малыша. Также у нас сестра ходит в больницу, помогает больным, готовится к причастию, подготовится к решению, исповеди. Также монастырь занимается кормлением малоимущих. Ну и, конечно, многодетные семьи нуждаются в поддержке. Они находятся на постоянном попечении. Около 40 семей вот так вот у нас находится. Праздничное архиерейское богослужение завершилось крестным ходом вокруг храма. Праздничное архиерейское богослужение завершилось крестным ходом вокруг храма.